Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы будем обсуждать результаты терактов в Крокус-Фитипол в Москве и о том, как она влияет на положение мигрантов из Центральной Азии в России. И для этого у нас в гостях правозащитница мигрантов из Центральной Азии Валентина Чупина. Здравствуйте, Валентина. Моя фамилия Чупик. Я защищаю мигрантов из любых стран мира, а не только из Центральной Азии. Просто из Центральной Азии их много в России. Да, все хорошо. И я вот сначала первый же вопрос, каково сегодня положение мигрантов, особенно тех, кого задерживают и тех, кого содержат в аэропортах Москвы, да? Как у них дела и какое вообще отношение, как настроение общества по отношению к мигрантам до сегодняшнего дня? В России активно властями разжигается мигрантофобия. Думаю, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, от того, что государство не может обеспечить безопасность ни своих граждан, ни тех, кто находится в стране. Я уверена, что люди, которых обвиняют в терактах, к терактам самим не причастны. Я верю в то, что они отгоняли машину, но я не верю в то, что какое-то отношение к этой стрельбе имеют и к этим взрывам имеют. Положение мигрантов, естественно, ухудшилось. У меня поступают массовые обращения о массовых задержаниях мигрантов, ничем не обоснованных, просто по мотивам национальной ненависти. Людям так открыто говорят, что мы вас задерживаем за то, что вы азиаты и за то, что вы гранты. Людей содержат в пыточных условиях. Это абсолютно не только аэропорт. Аэропорт – это еще замечательные условия по сравнению с тем, что происходит сейчас в России. Например, людей могут загнать во двор отдела полиции и продержать там более суток без еды, воды, туалета на морозе. Их могут, наоборот, загнать 28 человек в четырехместную камеру. Так что они не могут даже на пол сесть. И один раз в сутки выпускать их в туалет и попить. Без воды, без связи, без переводчика, без защитника. Их могут приехать, забрать всех в общежитии, где они зарегистрированы. И просто отвезти в суд и депортировать их за то, что у них нет регистрации. При том, что регистрации у них нет, регистрация у них есть, их забрали по месту этой самой регистрации. Их часто избивают, просто выбивая из них деньги. Их пытаются заставить откупаться. А если они отказываются, то их избивают и обвиняют в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции. Как вы догадываетесь, требование взятки не является законным. На них постоянно фальсифицируют административные правонарушения и даже уголовные дела. У меня в прошлую ночь было 4 человека, задержанных на трассе возле города Мичуринска, Тамбовской области. И БДДшники их останавливали. Как я понимаю, останавливали они далеко не только этих четверых, но просто четверо раз заодно ночью. Так вот, они их останавливали, заставляли отдать бумажник, вытаскивали из бумажника все деньги. Люди начинали возмущаться, кричать, говорить, что как я доеду, а мне заправляться надо, и вообще это мои деньги. А их обвиняли в покушении на дачу взятки в размере в трех случаях 500 рублей, в одном случае 4000 рублей. Якобы МИГРАЛ передал свой бумажник в целях дать взятку полицейскому. Фальсифицировали дела уголовные. Массово сейчас возбуждаются уголовные дела по использованию заведомо недействительных документов, то есть проживание не по адресу регистрации, и люди даже не удосуживаются доказывать, что они там не живут. Как я понимаю, та же история будет с договорами, на основании которых производится продление пребывания мигрантов. Не оказывается помощь пострадавшим от полицейских пыток и насилия. Травмпункты скорой помощи отказываются принимать. У меня два таких птица. Но происходит это по всей России. Конечно, больше всего это происходит в Москве, потому что элементарно в Москве больше всего мигрантов. Но вот на втором месте у меня, как ни странно, Екатеринбург. Мигрантов там немного, но репрессии против них прям жестокие. И соглашение поступает вообще со всей России. Для общества Кыргызстана и, наверное, для общества всех центрально-азиатских стран была очень странная реакция российских разных деятелей и общества на пытки по отношению задержанных по делу теракта. Потом их пытали, у них отрезали ухо и все такое. Почему, как вы думаете, почему это стало такой нормой? Никто на это, все говорят, ой, это из какой-то страны, нет, это из какой-то страны. Они все обсуждают все, что угодно, но только не пытки по отношению к этим задержанным. Почему вдруг, как вы думаете, почему вдруг появилась такая толерантность по отношению к пыткам? Она не появилась, она существует давно. Она существует давно. Просто вы не видели этого, а это существует давно. Вы помните так называемый теракт в питерском метро? Да, да, да. Вы знаете, что там все абсолютно пострадали от пыток, а у девяти обвиняемых они официально российскими органами следы пыток зарегистрированы. Знаете, что все обвиняемые заявили о своей непричастности к теракту? И о том, что показания на них были сфальсифицированы. И что если они и подписывали, то в результате пыток даже не знает, что подписывают. Но тем не менее люди получили колоссальные сроки, и они сидят. И, между прочим, правительство Кыргызстана, как вы помните, помогало в выдаче двух абсолютно невиновных людей российскому ФСБ, зная о том, что они невиновны. Долерантность, хорошо так сдобренная нацизмом, существует давно. Я думаю, что эти пытки открыто показали для того, чтобы запугать не только мигрантов, но запугать и россиян. Чтобы они понимали, что сами правоохранительные органы будут расправляться с ними, стоит им попробовать защитить себя. И мне интересно, как восьмым человеком, которого задержали по делу, является уроженецом Кыргызстана, который сдавал квартиру... Найдя клиентов через Авито. Он к нам обращался, мы просто не он, его мать обращалась к нам. Мы эту историю знаем, он Игур из Кыргызстана. Он имеет собственную квартиру, он давно получил российское гражданство, он имеет собственную квартиру. Он всегда искал арендаторов через Авито, и этих арендаторов он тоже нашел через Авито. Единственное законное его действие – это то, что он их не поставил на учет. Это единственное нарушение, которое он совершил. Но как бы очень популярно в России. Очень многие, собственно, не регистрируют проживающих у них людей. По отношению к нему, какие могут быть обвинения? То, что он помогал или... Да, я думаю, что ему повесят содействие терроризму. Еще один вопрос про то, что сейчас еще со стороны некоторых российских политиков поднимается вопрос о смертной казни для тех, кто участвует в терактах. Как вы думаете, насколько это возможно? Насколько я знаю, это мораторий только существует, это неполный запрет в России. И возвращение смертной казни, насколько возможно в России на сегодняшний день? Я думаю, что оно вполне возможно. Я думаю, что это просто попытка желающих расправляться с политическими противниками, использовать теракт как повод для восстановления смертной казни. Он не для террористов нужно, это все. Это все нужно для того, чтобы расправляться с политическими противниками. Потом их просто будут обвинять в терроризме. Как обвиняли, например, Навального. Я крайне плохо отношусь к Навальному. Очень плохо. Он был нацистом. Но он умер в пыточных условиях. Вполне возможно, что он был убит. И это не то, что он заслуживал. Он заслуживал справедливого наказания в нормальных тюремных условиях. Но не убийство и не пыль. Если вообще вернуться к положению мигрантов, в принципе, даже до этого дня. Вы очень много лет уже занимаетесь правами мигрантов в России. Почему именно по отношению к мигрантам из Центральной Азии было настолько ценофобское отношение со стороны общества? И как оно поощрялось правоохранительными органами или властями страны? Оно создавалось правоохранительными органами и властями. Я понимаю, что я сильно старше вас. Я это понимаю. Но я вам должна сказать, что до 2010 года к мигрантам относились хорошо, а вот к так называемым лицам кавказской национальности плохо. И в 2010 году большое количество так называемых авторитетных, на самом деле просто коррумпированных чиновников и предпринимателей родом с Северного Кавказа собрались вместе и стали требовать, чтобы прекратилась их травля. Это было после событий. Вы помните, на Манежной площади нацисты напали и избили армян. Помните, да, эту историю? Да, да. И тогда они добились того, чтобы в отношении кавказцев этот градус снизился. Но вместо того, чтобы прекратить расизм, российские власти переключили этот расизм на мигрантов из стран Центральной Азии. Больше ничего. Если мигрант из стран Центральной Азии будет ездить с горами шире, ездит с горами южной, в результате этих событий упадет еще вдвое, втрое, и они начнут возить африканцев и североквейцев, в отношении их через лицов будет развернута такая же российская травля. А в чем причина этой травля? Зачем создавалось это? Власти, во-первых, ну тут два мотива. Один мотив со стороны административных органов и общеправоохранительной системы. Они изображают бурную деятельность и работу на пользу российских граждан, подозревая их самые грязные предубеждения. Ну так же, как в отношении... Секунду, извините. Это может быть задержанным. Поэтому я... Ты же, Господи! Ты, Господи! Здравствуйте, вас задержала... Здравствуйте, вас задержала полиция? Здравствуйте, вас задержала полиция? Зайчик, другой вопрос. Напишите буковками, пожалуйста. Я сильно занята. Хорошо? Буковками напишите. Спасибо. Голосовые отправлять не надо. Буквы. Извините. Да, все хорошо. Да, ну так вот... Просто крутые сказания, да. Да, потому что общеправоохранительная система и административные органы изображают заботу о так называемом коренном населении. Вообще-то к коренному населению относятся якутцы, калмыки и аварцы, которых дискриминируют в России не меньше, чем визов узбеков и таджиков. Так вот, они изображают заботу и борьбу с этнической преступностью, а делается это в пользу полицейских, непосредственно работающих на местах, которые имеют возможность, во-первых, безнаказанно грабить мигрантов под предлогом правоохранительной деятельности, например, проверки документов, имеют возможность рабских эксплуатировать, имеют возможность торговать документами, которые потом сами же будут, так сказать, проверять и еще раз брать взятки не только за то, что их продали, но и за то, что их проверили. То есть это на самом деле базирующееся на коррупции имитация бурной государственной деятельности. Насколько я помню, когда в 13-12 годах обсуждались присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу, потом Евразийскому экономическому союзу, тогда как раз-таки главным аргументом для присоединения, и когда кыргызстанцев уговаривали, общество Кыргызстана уговаривали, то, что это будет хорошо для наших мигрантов, это будет свобода передвижения, это будет намного ниже. Как вы думаете, насколько это на самом деле помогло, улучшило ли положение мигрантов? Вообще нет. Вот вообще нет. Гражданам ЕАЭС в России сложнее легализоваться, у них выше налоги, выше риск депортации, чем у граждан, работающих по патентам. Зато граждане Кыргызстана имеют возможность работать в нескольких регионах, им не заключены некоторые виды деятельности. То есть какие-то плюсы есть, но риск и минусов сильно больше, чем плюсов. Мигранты, насколько я поняла, мигранты в России тоже на разные группировки делятся, и именно мигранты из Таджикистана являются наиболее уязвимыми среди мигрантов. Граждане Кыргызстана являются группой, которая больше всего любит жаловаться на то, какие они неисчастливы. Кыргызстану помогает. Это неправда. У них очень хорошо работающее устройство. А самой уязвимой мигрантской группой в России являются граждане Кыргызстана. Но граждане Кыргызстана страдают молчизмом и подтвердят, что у них все хорошо. Кыргызстан не любят... Это маленькая страна, где все друг другу родственники и односельчане, и они не любят жаловаться третьим лицам на своих родственников и односельчан. Так что на самом деле у нас, по нашей статистике, от граждан Кыргызстана приходит примерно 22% обращений. При том, что они составляют всего менее 10%, 9,8% от числа мигрантов. Почему такая диспропорция? А граждане Таджикистана, составляя летом около 13% в числе мигрантов, жалуются 32%. Тоже диспропорция, да? Но если у граждан Кыргызстана жалобы на... ...на на... ...то граждане Таджикистана обращаются с вопросом, как оформить РВП, вид на жительство и гражданство. То есть разница вообще очень принципиальная. Жалоб по граждан Кыргызстану по социализации с Таджикистаном наверное, раз в 6 больше, в том числе меньше, чем у граждан Таджикистана. Так что, как вы можете понять, это не уязвимое положение особое у таджиков. Это особые культурные установки у таджиков и у кыргызов. У одних на то, чтобы пожаловаться и рассказать, как они несчастны, а у других на то, чтобы скрыть все свои проблемы. Запустить до предела и потом попасть, вляпаться во все, во что можно. Лучше бы жаловались. И как раз после уже... ...вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии... ...и он, к сожалению, не будет введен. Лично я, как и многие правозащитники, сторонник визового режима. Да, это приведет к коррупции в консульских учреждениях России. Ничего другого ждать не приходится, потому что это видно на примере стран Африки, например. Никакие визы так легко не продаются за деньги, как российские в странах Африки. Я уверена, что в странах Центральной Азии визы тоже бы продавались. Но при этом защищенность резко повышается. А виза, она на самом деле является гарантией срока пребывания. Гораздо меньше шансов депортировать визового иностранца, чем без визового. Кроме того, визовый иностранец может въезжать только с определенной целью, на которую выдана его виза. Срока человека, въехавшего с частной целью и начавшего работать в такси. Вряд ли у него отберут паспорт и забьют, и заставят бесконечно платить и работать по 20 часов в сутки. У меня таких кейсов завались. С гражданами Кыргызстана просто завались. Причем делают это полицейские. А с визовым иностранцем такое дело не получится просто потому, что ему нельзя работать с частной целью въезда. Получать рабочую визу они смогут только в том случае, если у них заранее есть работодатель. Да, это может привести к торговле фиктивными трудовыми договорами, как это уже есть с гражданами Пакистана, Вьетнама и так далее. Но все-таки эта торговля договорами она составляет небольшую долю от частей людей, объезжающих с визами в целях работы. И насколько нам известно, я не знаю, как иммигранты из других стран, но среди иммигрантов из Кыргызстана есть много тех, кто получили и российские паспорта, которые и кыргызстанское гражданство не сдали, но при этом таковым является и Алишер Костюнов, который восьмой задержанный по делу. Насколько это влияет на положение? После того, как они получили гражданство, получают ли они защиту, которую положено гражданам в своей стране? Вообще нет. Посольство прекращает вмешиваться в их жизнь, посольство прекращает оказывать им помощь. И сейчас стать гражданином России это потерять все возможности защиты. Мало того, я тоже не буду помогать арсенянам. Потому что их нельзя защитить. Их нельзя защитить. Это что угодно может быть объявлено государственной тайной. Он якобы имеет возможность обратиться к своим же властям и не можем им помочь. Поэтому станете гражданином России, забудьте о помощи. Вы уже стали абсолютно один на один со своим государством. Последнее, вот за то время вы говорили, что сенофобия по отношению мигрантам, она усиливается после 2010 года. Это происходит волнами. Первая волна была в 2010 году. Она была небольшой. Большая волна была в 2013 году и вплоть до оккупации Крыма. Переключили внимание общества. Следующая волна была в 2018 году. Она была небольшой и была связана с выборной ситуацией. И волна 2023 года тоже была высокой и связана с предвыборной кампанией. Сейчас, я думаю, это продолжение предвыборной кампании. Это попытка укрепиться, понимая, что в избрание Путина не верит никто, даже его собственный электорат. Даже те, которые голосовали за него, он не верит в то, что он набрал 88%. Угу. Вот у меня вопрос был к тому, что начиная с 2010 года, каким правонарушениям больше всего подвергались мигранты из Центральной Азии? И это трудовые, мы знаем, больше всего, но еще дальше, какие правонарушения по отношению к ним было чаще всего по вашему мнению? Самое типовое нарушение это незаконное задержание. Это уголовное преступление вообще-то. Незаконное задержание это отдельное уголовное преступление. На втором месте это пыточные условия содержания. Причем эти пытки применяются, как правило, практически незачем. Вот практически незачем, они ничем не мотивированы. Но, может быть, деньги вымогают таким способом, и то не всегда. А чаще всего это просто от нежелания что-либо делать и невосприятия мигрантов как людей. Ну вот, например, набить 28 человек в трехместную камеру. Откуда может произойти? Это от того, что полицейские хотели их пытать? Я думаю, нет. Это от того, что они задерживали, 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 и просто некуда было их девать, и они их всех засовывали в одну камеру. А если людей ставят во дворе, отобрав у них документы и держат там сутки? Они говорят, а у нас уже два раза сменилась смена, я даже не знаю, что там у нас кто-то стоит. Говорит мне дежурный на полном серьезе. Это безразличие. Конечно, много, много нарушений трудовых прав, но мигранты этого даже не осознают. Они осознают нарушение трудовых прав только в тот момент, когда им не платят зарплату. До этого они не понимают, что их трудовые права нарушены. Они не знают, что нельзя работать 72 часа в неделю. Они не знают, что они имеют право на обеспечение техники безопасности труда. Например, на стройках очень часто каску выдают только руководящему персоналу, который стройкой не занимается, остальные ходят без касок. Когда мигрантов отправляют сбивать сосульки с крыши с бельевой веревкой в качестве страховки, единственного снаряжения, ром и бельевая веревка, мигрант не понимает, что его трудовые права нарушены. Есть нарушение всех социальных прав, но об этом уже просто не приходится говорить. не важно по сравнению со всем остальным. У нас времени мало остается. У меня несколько вопросов, которые я хотела бы задать. Как вы думаете, какой будет теперь, будет ли реакция, можно ли ожидать реакцию по пыткам задержанных по делу о теракте в крокусе тем? Нет. Есть ли какие-то механизмы, которые могут привлекать людей, которые пытали, чуть ли не в прямом эфире это делали и показывали это на весь мир? Может ли ожидать... Есть, но применять его никто не будет. Не для того это демонстрировали в прямом эфире, чтобы потом наказывать за это. А что теперь делать с этими? Просто они такой риторический вопрос... Мостры не останутся безнаказанными. У нас времени остается мало и последний вопрос теперь, что будет с мигрантами из Центральной Азии в России? Что будет с людьми, которые остаются до сегодняшнего дня в аэропортах Москвы, которых задерживают? И как можно избежать этих неправомерных действий со стороны властей и со стороны правоохранительных органов? Значит, давайте начну с аэропортов. Это проблема 120-я. Их отправят домой. Это будет незаконно, но это сделают. Скорее всего, им поставят запреты на въезд. Если они при этом возмущались и жаловались, то им могут поставить нежелательность пребывания, то есть пожизненный запрет на въезд за то, что они смели обжаловаться. Что будет в целом с мигрантами? Я думаю, что в течение полугода мы будем иметь репрессии, но все еще очень зависит от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Если будет вот так же все ни шатка, ни валка, то будут массовые репрессии в отношении мигрантов, чтобы отвлечь мани. Если на фронте будут какие-то резкие перемены в ту или в другую сторону, мигрантов забудут. Чего можно ожидать через полгода? Через полгода можно ожидать, например, приема репрессивного крайнего закона о порядке въезда-выезда и пребывания проживания иностранных граждан в РФ. Он превращает мигрантов в рабов. По этому закону мигрант не имеет права устраиваться на работу никуда, кроме одобренных работодателю по запросу работодателя вакансий для конкретных мигрантов. Все попадают под патент, включая граждан ЕАЭС и обладатели видов нажительства. Устанавливается слишком за мигрантами, они не имеют права фактически находиться вне места своего миграционного учета. Устанавливается единый документ, в котором вносятся только фамилии, имя, отчество, дата рождения, гражданство и дата выдачи, а все остальные данные записываются якобы на чип. То есть человек никогда не знает по этому чипу, у него не будет доступа к информации, он никогда не знает легально ли он находится в России, это представляете какой шикарный инструмент шантажа. И этот документ является его удостоверяющим личность в России, то есть можно уже отобрать этот документ и человек незаконно находится в России. Можно ожидать вот этого, это будет очень плохо и это приведет к массовому оттоку из России. Что еще вы там спрашивали? Можно обезопасить себя от этого произвола. Не ездить в Россию, не ездить в Россию, на свете еще 196 стран, куда поехать есть, почти везде не будет так ужасно, как в России. Может быть, будет победнее, меньше заработки, но у мигрантов сейчас и так будут падать заработки ввиду того, что будет падать рубль. Спасибо большое. Уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали тему теракта в Москве и о том, как она будет влиять на жизнь мигрантов из Центральной Азии в России. У нас в гостях была правозащительница прав мигрантов Полентина Чупик. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. ведущая оперизация Курхан до следующих встреч. До свидания.